Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Очень долгожданные ключи от своих квартир, где мы можем действительно построить свои счастливые семьи. Ну не плачь. Ключи от новой жизни. В Анапе 8 детей-сирот получили долгожданные квартиры в современной новостройке. Будут предусмотрены кабинеты врачебного, доврачебного приема, процедурные кабинеты. Оздоровление сельской медицины. В Кутыричеку начато строительство офиса врача общей практики. Десант всегда на страже Родины. С праздником! Крылатая пехота! Как анапские десантники отмечают День ВДВ. Ключи от новых квартир получили анапские дети-сироты. Счастливыми обладателями своего жилья стали 8 человек. Квадратные метры в современных новостройках выделены благодаря участию муниципалитета в государственной программе «Дети Кубани». Счастливых новоселов поздравили глава города Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов. Улица Рождественская. Один из новых микрорайонов Анапы. Сегодня здесь большое новоселье. Сразу 8 человек получают собственные квадратные метры от государства. Я хочу поблагодарить губернатора Краснодарского края, который нам очень активно помогал в этом, выделил денежные средства на приобретение этих квартир. Мы до конца года сделаем еще 11 квартир для наших деток, семей. Сегодня мы вручаем 8 ключей. Желаем вам счастья. Всего вам самого хорошего. Это действительно праздник. Я хочу вас с одной стороны всех этим поздравить. Здоровья вам, удачи. И, конечно, чтобы вы были хорошие в этих квартирах, крепкие семьи. Самый долгожданный и волнительный момент. Глава Анапы вручает молодым семьям ключи. От переполняющих эмоций новоселы не могут сдержать слез. Мы сегодня получили долгожданные, очень долгожданные ключи от своих квартир, где мы можем действительно построить свои счастливые семьи. Ну не плачь. А вот и заветная дверь в новую жизнь. По традиции, первым в жилье пускают кошку. Так, раз. Все. Людмила Шелест ждала этого момента 4 года. И, по ее словам, квартира превзошла все ожидания. Просторная, уютная, с качественным ремонтом. Что называется, заходи и живи. Есть все необходимое стантехническое оборудование, кухонная плита, индивидуальное отопление и приборы учета. Такими получают квартиры все дети-сироты. Хочу поблагодарить Юрия Федоровича за предоставленное жилье. Конечно, губернатора Краснодарского края. Они очень нам сильно помогли. Органы опеки. Это Вера Юрьевна. Благодаря ей. Я знаю, что она очень за нас переживает. Вообще вся их помощь, команда. Мы очень рады. Не надеялись даже. Ну, слава Богу, получилось все. Дали квартиру. Крыша над головой есть, остальное теперь будет. И от них зависит самих. Первыми гостями в новой квартире семьи Шелест стали глава города Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов. За чашкой чая новоселы делятся впечатлениями и планами на жизнь. До этого семья проживала в станице Гастагаевская. Там и осталась работа. Теперь, став городскими жителями, впору начать новую жизнь. Глава Анапы обещает поддержку. Давайте, если хотите, призумы дайте свое. Отдадим другую работу где-то здесь в городе найдем. Также, как и для семьи Шелест, новая жизнь сегодня началась еще для семи молодых людей. Реализация госпрограммы «Дети Кубани» продолжится и дальше, пока каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, не получит собственное жилье. Офис врача общей практики появится в хуторе Чекон. На строительство важного социального объекта направлено свыше 11 миллионов рублей из краевой казны. Новый объект позволит не только вести прием пациентов в комфортных условиях, но и оказывать медицинскую помощь в условиях дневного стационара. Так будет выглядеть офис врача общей практики в хуторе Чекон. Строительные работы уже начаты. Здесь вынули 60 кубометров грунта. Рабочие приступили к кормированию и заливке бетона. Этот социально значимый проект успешно реализуется благодаря участию муниципалитета в краевой целевой программе. Общая площадь будущего медицинского учреждения составит порядка 200 квадратных метров. А расположится он недалеко от сельской школы на пересечении улиц Парковой и Школьной. Здесь удобно и для школьников, и для жителей здесь находящихся. Ну и в новом здании всегда приятнее работать. И в новом оснащенном здании будут предусмотрены кабинеты врачебного и доврачебного приема, процедурные кабинеты, помещение дневного стационара для жителей села Чекон. В настоящее время здесь проживает 1860 человек, из них 350 детей. Медицинское учреждение здесь просто необходимо. Сельский врач принимает хуторян в маленьком кабинете в здании детского сада. В новой же амбулатории предусмотрен не только просторный кабинет врача, но и дневной стационар. Откроется новый ВОП, отделение общей врачебной практики. Там планируется введение пяти коек дневного стационара. То есть мне станет легче. То есть я не буду посылать больных на стационарное лечение в Юровку, в Анапу. То есть я могу лечить их здесь, в амбулатории. То есть больные приходят, прокапались, пролечились и спокойно ушли домой. Пока же на процедуры пациенты ездят в Юровку. Для тех, у кого нет личного транспорта, большие неудобства. Поэтому новый ВОП хуторяне ждут с нетерпением. В Юровку как бы так неудобно. Не у всех транспорт, например, есть, чтобы поехать туда. То есть много стариков, которые не могут на те же маршрутки и автобусы передвигаться как-то. Здесь было бы им гораздо лучше, удобно, те же анализы или еще что-то. Если не подведет погода, объект планирует сдать уже осенью. На строительство выделены средства из краевого бюджета в размере более чем 11 миллионов рублей. В этот же трансферт заложена и закупка необходимого медицинского оборудования. На набережной возле Маяка специалисты управления муниципального контроля совместно с работниками предприятия «Ремстрой» демонтировали незаконно размещенное ограждение. Теперь на курорте появилась еще одна небольшая зона для зеленых насаждений. Территория набережной возле Маяка – одно из самых популярных мест для прогулок жителей и гостей курорта. Именно здесь, вдоль зданий предприятия «Маяк» незаконно установлено ограждение. Несмотря на то, что вход в санаторий с противоположной стороны, предприниматели в погоне за выгодой разместили коммерческие объекты именно на границе земельного участка, забетонировали часть газона для прохода к торговой точке и кафе. Самовольно установленное ограждение демонтировано. В управлении муниципального контроля демонтировано металлическое ограждение по адресу улицы Кирова-2 в районе Маяка, за счет чего увеличена зеленая зона по набережной. Ограждение закрывало порядка 140 квадратных метров газона. Жители и гости курорта сразу оценили изменения. Действительно, а то было какое-то… ни к чему он стоял металлолом этот. Сейчас вообще отлично стало. Хорошо, вообще бесподобно. Еще зеленью засадить и вообще будет прелесть. Зеленая зона будет восстановлена. На месте старого массивного забора установят легкое современное ограждение. Сегодня в России 88-ю годовщину отмечает элита российской армии – воздушно-десантные войска. По всей стране проходят массовые гуляния. Десантники выходят на улицы со своими главными атрибутами – флагами и голубыми беретами. Вместе с нашими корреспондентами, представителями крылатой пехоты, в Анапе вспомнили годы службы и поздравили братьев по оружию. Этот род войск появился в нашей стране в конце 20-х годов, а первый бой с участием десантиков состоялся в Средней Азии. Чуть позже идею сбрасывать солдат прямо на голову противника позаимствовали и другие государства мира. Многие анапчане прошли эту школу дяди Васи, и никто не пожалел о своем выборе. Ильдар Гагаркин служил в 217-м полку 98-й дивизии в городе Иваново. За плечами более двух десятков парашютных прыжков. 22 прыжка. 20-й прыжок был, как бы, можно сказать, помягче, не очень удачный. Залетел с тропы, вроде осмотрелся, никого поблизости не было, но проморгал, и, ну, слава Богу, все обошлось. А у Льва Раткевича своя история. Карьеру в ГДВ он начал в далеком 88-м году, когда на срочной службе попал в республику Афганистан. Там же познакомился со своим будущим другом, с которым дружит уже почти 30 лет. Я родом с Екатеринбурга, небольшой городок уральский, под Екатеринбургом. У нас, как бы, традиция в городе, одни уходили, другие приходили на замену. Уральские парни сильны духом, как говорится. Тем более, тогда начался Афган. Я вот сам в Афган попросился после полугода учебки в Прибалтике, сержантская школа, и потом Кабул. Вот познакомился, парень с Москвы, прошли практически всю службу бок о бок. И вот через 30 лет встретились. У каждого, кто служил в воздушно-десантных войсках, своя история. Но одно их объединяет. Это настоящее братство, которое прошло одну школу жизни. А голубой берет – постоянное напоминание о том, что бывших десантников не бывает. Этот праздник очень важен. Почему? Потому что десант всегда на страже Родины. И хотя бы раз в году десантники должны отрываться. Не в смысле, что бухать и купаться в фонтанах, а вспоминать товарищей, былые времена. Человек, который служил в настоящих воздушно-десантных войсках, а не где-то на точке, тушенку, грубо говоря, кушал. Вот. Он действительно проходит очень серьезную школу подготовки. Не обязательно мастерства подготовки, духа, выносливости, взаимовыручки. То есть очень большой комплекс, который делает настоящего мужчину. Военнослужащих всех поздравляю в этот прекрасный день. Желаю вам побольше звезд, отчизны нашей защищать. Нас, женщин, матерей своих, ну и нашу Родину. Большое вам спасибо за ваши героические подвиги, за то, что вы нас сохраняете, за то, что вы служите. По случайному стечению обстоятельств главные фонтаны города в эти дни закрыты на техническое обслуживание. Плановая очистка фильтров и дезинфекция чаш бассейнов. Впрочем, один фонтан недалеко от Центра культуры Родина работает в полную силу. Но купающихся в нем десантников замечено не было. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Анапские самбисты вернулись со спартакиады молодежи России с золотом. Три воспитанницы детско-юношеской спортивной школы номер 4 одержали безоговорочную победу над соперницами со всей страны, открыв себе путь на первенство России и мира. С чемпионками пообщались наши корреспонденты. Дина Воронина занимается самбо уже 13 лет. Несмотря на довольно хрупкую внешность, в копилке самбистки десятки наград. Спортсменка не считает, что боевые искусства только для мужчин. Я так не считаю полностью, потому что девушки намного лучше на самом деле справляются. Но это у нас в Анапе так. В данном возрасте это для меня уже все, это моя уже жизнь, и я уже не могу без этого. Спартакиада молодежи России проходила в Пензе. Вместе с Диной Ворониной честь Анапы отстаивали Мария Дорофеева и Дарья Тепчук. Девушки прошли жесткий отбор на уровне края и Южного федерального округа. Дальше были усиленные тренировки и настрой только на победу. В итоге все три анапчанки взяли золото. В основном на технические приемы, очень важна еще физическая подготовка, функциональная подготовка. Это как бы над этим мы всегда работаем, чтобы они смогли дотерпеть до конца схватки и как бы выдержать темп, выдержать нагрузку и занять такие вот высокие места. Могу сказать, что этого результата могут похвастаться не только наши девчонки, но и есть хорошие ребята, которые также прославляют город-курорт Анапы, несут в себе вот этот здоровый образ жизни, привлекают детей все больше и больше этот вид спорта к нам в спортзал. В целом борьба и дзюдо, и самбо в городе Анапы, наверное, одна из ключевых видов спорта. И долгие годы этот вид спорта стоит в лидерах в городе Анапы. Сейчас анапские самбистки готовятся к следующему этапу соревнований. Они получили право защищать честь страны на первенстве мира, которое пройдет осенью в Тбилиси. Тренеры уверены с таким высоким уровнем подготовки и поддержкой анапчан, у спортсменок есть все шансы подняться на высшие ступени пьедестала. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапчанки и курортницы отметили праздник женственности. Необычный флешмоб, объединяющий прекрасную половину человечества, придумала российская писательница Ольга Валяева 10 лет назад. Праздник получил признание во всем мире. В этом году он впервые прошел в Анапе. Основная идея флешмоба – дарить миру красоту и раскрывать женственность в прекрасной половине человечества. Девушки наряжаются в длинные платья и дарят цветы прохожим, вызывая на лицах улыбки. Эта идея, этот флешмоб, он предназначен для того, чтобы женщины вспомнили, что они девушки, что они красивые девушки, что они женственные, что они достойны цветочков, подарочков, и что они могут просто так вот собираться, надеваться красиво и радовать мир своей красотой. Для тех, кто пришел с детьми – особенная программа. Малышей развлекал задорный клоун Митя. Учил создавать игрушки из воздушных шариков и поднимал настроение веселыми фокусами. Раскрыть всю свою женственность и элегантность представительницы прекрасного пола смогли на мастер-классе по французскому танцу «Фламенко». Он зажигательный и в то же время загадочный. Я думаю, вот эта особенность. То есть, в отличие от латиноамериканских, допустим, танцев или африканских, например, он зажигательный, но немного по-своему. У каждого танцовщика свой внутренний мир. Организаторы планируют сделать подобные мероприятия регулярными. Уже составляют творческий план до конца лета. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова